Приятельница Вера Черкова отыскала писательницу Лидию Дэвис, которая пишет маленькими-маленькими рассказами. Оказывается, это очень можно сейчас. На одной страничке. Я тоже стала писать. Нет, всё. Повернись только на одну секунду. Всё, продолжай. Можно, да? Ну вот, что такое война? Я немножко прочитаю. Хотя мне было 6 лет, но я отчётливо помню день и час, когда мы все узнали, что началась война. Узнали мы о войне вечером в 6 часов, потому что жили в Сибири и в этот день ездили за город. Немцы уже несколько часов бомбили Минск, а мы ничего не подозревали. К нам пришёл бледный, напуганный сосед и сказал, что немцы в 5 часов утра пересекли нашу границу. Я в этот момент прыгала на кровати и радовалась шоколадной конфетте, от которой откусывала по маленькому кусочкам и медленно сосала, чтобы растянуть удовольствие. Я увидела, как расстроился мой папа. Перестала прыгать и спросила, пап, что такое война? Война – это катастрофа. Что значит катастрофа? Катастрофа, ну как тебе объяснить? Вот, например, ты сейчас ешь шоколадную конфету, тебе хорошо, но так как началась война, ты не увидишь больше шоколадных конфет, можешь теперь забыть о шоколаде. Помню, я расстроилась, но не из-за конфета, потому что видела, как все взрослые вокруг меня так побрыснели и опечалились. И мама, и папа, и бледный сосед сидели молча, о чем-то думали и чуть не плакали. Ну, тут еще есть военные какие-то места. Ну, я не буду вас так. В день моего рождения мы с мамой договорились выпустить птичку, которая прожила у нас несколько месяцев в клетке. Мне исполнялось 12. Птичка никак не могла привыкнуть к клетке, не пела, а только отчаянно билась о железной прути. Когда мы ее выпустили, она села на ветку и радостно повертела коротеньким хвостиком ободранным о железной прути клетке. Пропела на прощание песенку и улетела. Мама спросила меня, что она нам сказала, как ты думаешь? Не знаю, наверное, поблагодарила нас? Я слышала, она пропела что-то вроде тите-ти-ти-ти. Она пропела нам, Либерти, Либерти, сказала мама. По-французски это значит свободно. Как я любила маму в такие моменты. Она была такая выдумщицей, фантазерка. Мое сердце рвалось на части от горя, когда я представляла, что она когда-нибудь умрет, и я останусь без нее. Мама умерла, когда я ей исполнилась в 92 года. Упала и при падении ударилась головой о край стола. Произошло кровоизлияние в мозг. Она уже перестала что-нибудь понимать и всю ночь кричала что-то неразборчивое. Мне казалось, что она кричит «Либерти! Либерти!». Мама не вставала с кровати, только кричала и днем, и ночью. Я не могла ей помочь. Это было мучительно. Ее крик не давал нам спать. И мое сердце рвалось на части. Ну, хорошо. Я вам еще последнее прочитаю. Тут вот у меня даже фотографии есть. «Месяц принстера». Дело в том, что Татьяна Толстая написала недавно в журнале СНО «Легкие миры». Вот такая фотография. Что на фотографии? А я... Это Татьяна и мой муж. Мы у нее прожили около месяца в Принстоне. И о нас она тоже упомянула в этих легких мирах. Легкие миры оказались не такими уж легкими. Она говорила, что ей трудно было в Америке. И какая-то женщина написала, что... Она все время жалуется. Она же знала, что она приехала в Америку. И что так и надо. Ездить на машине 4 часа туда, 4 обратно. И только у нее одно приятное воспоминание о двух людях, которые у нее прожили месяц. И то она им посвятила только два предложения. Ну вот я написала о ней немножко больше, чем она о нас. Это называется «Месяц Принстоне». Итак, Принстон. Мечта сбылась. Они едут в Принстон. Андрея пригласили читать лекции в Принстонский университет. Принстонские друзья сняли для них комнату в доме известной писательницы Анны. Я так называла. Известие о том, что они поселятся в доме писательницы, взволновало их воображение. Рисовалась картина светского салона, в котором собирается творческая интеллигенция Принстона. Они не сомневались, что поскольку Принстон – центр научной и культурной жизни Америки, переполненный писателями, литературными критиками и учеными, то все без сомнения должны собираться в доме писательницы. Они тоже хотели присутствовать при этих встречах, но беспокоились, как будут выглядеть в интеллигентном обществе. Несколько лет назад Анна приехала всей семьей с мужем и двумя сыновьями по приглашению Принстонского университета читать лекции о современной русской литературе. Один год она читала лекции, а на следующие ее не пригласили. Она нашла работу преподавателя в другом городе, где тоже был университет. В этом университете она должна была учить американских студентов писать рассказы. Работа, по ее словам, была совершенно бессмысленная. Она заранее предупреждала студенту, что научить этому невозможно, но студенты не верили и криво усмехались. К тому времени, когда они поселились в доме у Анны, она жила одна, семья распалась, с мужем Анной развелась, а он уехал в другую страну. Один сын остался в Америке, женился и жил отдельно, другой уехал назад в Россию. Дом Анны одиноко стоял на дороге, ведущей в Принстон. Рядом не было никаких других домов. Только в темноте леса виднелись разваленные избушки, на которые страшно было смотреть. Казалось, именно такой избушке может прятаться от дневного света нечистая сила. Солнечные лучи, с трудом разбегая тесный лес, продирались между деревьями. Только к концу дня, перед самым закатом, солнцу удавалось заглянуть на кухню и осветить круглый стол со стеклянной столешницей, главным украшением кухни. Работа у Анны была далеко от ее дома. Приходилось ездить в университет на машине, 4 часа туда, 4 обратно. Поэтому Анна оставалась в этом городе до вечера среды. Обычно она вставала в 5 утра в понедельник, пока они еще спали. Садилась в машину, уезжала на работу до среды. Они ждали ее возвращения с нетерпением. Потом вместе ехали на машине в ближайший магазин, покупали еду, что-нибудь на ужин и обязательно дешевое красное вино. Огромные двухлитровые бутылки Yellow Tail. Самое приятное время начиналось, когда возвращались домой, садились за стеклянный стол и в последних лучах заходящего солнца раскладывали на столе покупки, откупоривали вино, разливали его по фужерам и приступали к ужину. Казалось, они для того и приехали в Принцон посидеть за столом, выпить немного вина и слушать рассказы Анны. Обычные рассказы были заполнены непонятной, необъяснимой мистикой. Например, как она сидела на террасе, читала Чехова, вдруг зашумел лес, и в этом шуме Анна ясно расслышала слова. Кто-то разговаривал с нею как раз на ту тему, о которой она только что думала. Особенно часто в этих рассказах Анна возвращалась в своей, в конце концов, неожиданно непонятной болезни. Она почти умирала, теряла сознание, но потом, в конце концов, неожиданно увидела белый свет в тоннеле. Говорили о литературе, о рассказах Анны, которые им нравились, расспрашивали, как они появились на свет, что послужило толчклем для написания ее рассказов. Она давала читать еще не оконченный роман, наполненный сценами из нечистой силы. Казалось, эти сцены были навеяны мрачным темным лесом окружающий дом Анны. Она советовалась с ними, как ей кончить этот роман. За окном начиналась ночь, через кустами в окно заглядывал кончик луны, и в такое темное ночное время в самый раз следовало заняться спиритизмом, главным увлечением Анны. Только вместо блюдца у Анны была иголка, висящая на тонкой нитке. Она вынимала лист бумаги с заранее написанными буквами. Тут вот у меня есть фотографии. Вот она крутит эту иголку. А лист бумаги с заранее написанными буквами, иголку на нитке, облокотившись локтями на стол, чтобы никто, нитка не дрожала, сосредоточенно читала буквы, на которые указывала иголка. Анна вызывала духа, а Андрей должен был задавать этому духу вопросы. Поскольку обычно вызывались известные физики, то и вопросы должны были быть по физике. Дух слушал внимательно. И через некоторое время иголка в руках Анны начинала медленно двигаться над буквами. Из букв Анна складывала слова и читала ответы. Они очень радовались, если получался удачный ответ. Но обычно ответы были уклончивыми и неопределенными. На вопрос, что такое темная материя, заполняющая пространство Вселенной, дух известного академика отвечал. «Закрой лучше форточку», «Дует». Или на вопрос, будут ли новые открытия в физике в ближайшем будущем, дух отвечал, «Завтра будет завтра». Прямого ответа они никогда не получали. Пробовали даже записывать, но потом записи потерялись. Анна относилась к этому занятию серьезно. И иногда ее можно было видеть одну, склоненную над кухонным столом, скачающейся иголкой в руках. Им обоим было ясно, Ане нужно возвращаться в Россию. В России ее знают, читают, любят. А здесь она чужая, одинокая, никому не нужная. Перед отъездом они все-таки завели разговор на эту тему о возвращении в Россию. Оказалось, что она тоже думает об этом. Прощание было грустным. Не хотелось уезжать из Принстона. Им с Анной было хорошо. Надеялись, что и она оценила их теплые дружеские отношения. Уезжали на такси. Анна стояла на краю дороги, пока они не скрылись за поворотом. Махала рукой, грустно улыбалась. Так она и запомнилась. Одинокая фигура с поднятой рукой на коне своего печального дома. Вот ее дом, о котором она описала. Как она его продавала, с каким трудом. Потому что человек, который ретовал этот дом, он какие-то дырки просверлил в стене, еще чего-то там испортил. В общем, вот такая история. А тут мы были в гостях у Саши Кушнера. Просто тут произошла одна история с Джимом. И Саша написал стихотворение по этому поводу. А Джим перевел его на английский язык. Наша подруга и муж ее американец. К нам приезжали на дачу. Здоровый румянец. Их отличал на платформе от здешних людей. Нравился им же нерадостных бабочек танец, темные ели и наши розоватые кипреи. Все хорошо. Провожали мы их, поджидая поезд. И тут, через рельсы, неловко шагая, местный сатир пошатнулся и на бок упал. Это пьяный. Жуткая сцена, постыдная сцена, смешная. Бросились мы поднимать человека со шпал. Джим молодец. Да и я заслужил одобрение. Пьющего нашего праздничного населения. Взяли подмышки, стащив дурака под откос. Поезд уже показался, свистел в отдалении. Если б не мы, чем бы кончилось? Что за вопрос? Дачные улицы, рощицы, ивы, пригорки. А Петербург, от него наши гости в восторге. К лучшему он изменился. Парижу подстать. Будет что вспомнить Людмиле и Джима в Нью-Йорке. Мы за них рады. Им будет о чем рассказать. Вот я вам рассказала. Но Саша очень смутился. Он действительно... Был страшный момент. Идет уже поезд, а этот пьяный лежит на рельсах. И поезд уже показался. Но Джима с Сашей схватили его и утащили с рельс. Это было так. Переживание такое. Саша это отразил. Вот все. Больше не буду вас мучить. Это где было? Это было... Вырица, вырица. У Саши там дача. Такой сарайчик небольшой. Вырица. Это где она читала рассказ? А? Толстая читала рассказ? Нет. Пока нет. Он еще не напечатал. А, понятно. Это последнее произведение. Она читала. Вы читали, да? Я с трудом представляю. Я с трудом представляю. Я с трудом представляю. Я с трудом представляю. Спасибо.